Наш мир стремительно развивается, появляются все новые и новые технологии на основе последних научных достижений. Мир искусственный буквально заполняет собой окружающее пространство, а мир естественный уменьшается. Именно поэтому у нашей цивилизации есть свои особенные болезни, изменение климата, жизнь в окружении химии. Все это влияет на наше самочувствие. Что уж говорить о детях, а лето особенный период. С одной стороны тепло и радостно, с другой стороны цветение различных растений, укусы комаров, ос и даже змей. Потенциальных опасностей для здоровья детей множество. В этой ситуации хорошо работает пословица предупрежден, значит вооружен. Чем вооружиться родителям, какими знаниями? Об этом поговорим со специалистом. У нас в студии врач-педиатр, аллерголог-иммунолог Нейра Андреевна Полякова. Нейра Андреевна, я рад, что вы сегодня у нас в гостях и мы можем обсудить такую важную тему, как аллергия. Вот многие называют аллергией, а болезнью цивилизованного мира. Вот вы согласны, что по мере того, как развивалась наша цивилизация, вот аллергий становился больше и больше? Или это в определенной степени мифа? Спасибо за вопрос. На самом деле, в этом есть и истинная, и не совсем, потому что аллергии всегда были. Были, есть и будут наверняка. Просто, во-первых, изменилась диагностика, и аллергические заболевания стали чаще выявлять. Население стало более информированным про аллергические заболевания, и врачи и сами пациенты читают, начинают подозревать у себя заболевания, идут прицельно выявлять, оно или нет. Но, с другой стороны, аллергиков стало больше. Это связано и с нашей экологией, и с образом жизни, и с тем, что мы едим. Хоть это и генетическое заболевание, но оно проявляется не у всех. И доказано, что, например, пыльца в мегаполисе, она более агрессивная, потому что все эти реагенты, которые летают в воздухе, они оседают на нее и служат как адъювантами. С помощью них пыльца лучше всасывается в слизистые, и симптомы чаще проявляются. Этот же аллергик, если будет жить в деревне, где пыльца кругом... Да, та же самая пыльца. Да, та же самая пыльца, но она чистая, она хуже проникает в слизистые, проявлений может быть меньше. И поэтому иногда люди живут в небольшом городе, чувствуют себя хорошо, здоровыми, переезжают в Москву, где, казалось бы, зданий больше, растений меньше, а аллергия проявляется здесь. А с вашей точки зрения, вот с чем чаще всего путают аллергию? Тут смотря какая аллергия. Есть три главных проявления аллергических заболеваний. Первое – это со стороны верхних дыхательных путей, это насморки, аллергические линии, это астма бронхиальная. Их часто путают с обычным ОРВИ. Простудные заболевания. Они могут быть частыми, поэтому мы можем думать, что у человека аллергия. Это вазомоторный линии, это насморк, который появляется при перепаде температур. Мы зашли в тёплое помещение, оно спотёк, вышли на холод, оно спотёк. Это никак не связано с аллергией. Это особенность слизистая в верхних дыхательных путей, это особенность сосудистая. Но есть ещё кожные проявления аллергии, и часто имеется инфекционный осыпь, например. И люди думают, что это реакция на клубнику или клубничный сироп, который выпили для снижения температуры. А сыпь с аллергией никак не связана, она связана просто с течением инфекционного заболевания. Или сыпь связана с сухостью кожи, от сухости воздуха дома, потому что, например, детская кровать стоит возле батареи. Есть кишечные формы аллергии. Иногда думают, наелись килограмм клубники, съели, и появились там расстройства, появилась желудочно-кишечная. Но это может быть инфекция. То есть тут основное идёт диагностика с инфекционными заболеваниями, а также просто с микроклиматом, в котором мы живём. Мне один знакомый врач сказал, что слово «аллергия» оно совершенно бескрайнее. Что вот в само выражение «у меня аллергия» вообще-то врач ничего не может сказать. Человек должен очень чётко себе представить, ну, прежде всего, это врач, какого вид аллергии у его конкретного пациента. Конечно. При этом каждое аллергическое заболевание будет лечиться совершенно по-разному. И один и тот же диагноз в детском возрасте и во взрослом возрасте, он имеет разные причины, разные способы лечения. Поэтому просто слово «аллергия» – это слишком большое обобщение. Оно нам ничего не говорит. Оно говорит только о патогенезе, о том, что это реакция иммунитета в ответ на частицы, которые попадают в наш организм. Белковые причём частицы. То есть это только термин, который не является диагнозом. Ну вот у нас началось следа. Какие аллергии чаще всего мы встречаем в этот период времени? Чаще всего это аллергия со стороны верхних дыхательных путей. Аллергический реанит, конъюнктивит, нос заложен, глаза чешутся сильно. Могут быть проявления астмы бронхиальной. И в основном это на пыльцу. То есть летний сезон, сезон появления пыльцы – как раз то, что мы вдыхаем. Вообще аллергия началась ещё с весны. Самые яркие проявления, когда у нас зацвели деревья. Берёзно-майские праздники выдала пик уровня пыльцы. Сейчас уже берёза идёт на спад. Сейчас начали цвести злаковые травы. Это те, которые вдоль дороги, с которыми мы играли всё детство. Они на самом деле очень яркие аллергены. На их пыльцу может быть, даже если её совсем немного, могут быть и конъюнктивиты, и риниты. В августе зацветёт полынь. Это уже сорная трава. У нас здесь это полынь. На юге больше амброзии. Чем севернее, тем больше полыни. Тоже довольно агрессивные аллергены. И реакция может быть довольно выраженной. Основные аллергены пыльца. Можно считать аллергией, если ребёнок очень серьёзно реагирует на укус пчелы и осы. Есть аллергические реакции на укусы насекомых. Может быть и аллергические реакции на комаров, на мошек, на слепня. А может быть и на укусы перепончатокрылых насекомых, хвост и пчёлы. Причём реакция может быть как местная, только появление волдыря в месте укуса. Так и системная, до крапивницы, ангионевротического отёка. Бывает анофилоксия с потерей сознания даже. Предыдущий термин прокомментируйте, пожалуйста. Ангионевротический отёк – это локально появляющийся отёк кожи и подкожной жировой клетчатки. Это системная реакция тоже, потому что задействован не только один орган. Там задействованы ещё и сосуды. То есть это не только реакция со стороны кожи, здесь все слои участвуют. Проявляется локально. Вообще все привыкли к тому, что ангионевротический отёк – это отёк где-то лица, шеи, нам тяжело глотать. Но это может быть отёк стопы, отёк руки, отёк только уха напрямую. Здесь, если один раз у пациента появилась такая реакция, очень важно зафиксировать, сфотографировать. Мы вызываем врача, чтобы это всё купировать, желательно скорую. И потом мы идём на приём к аллергологу и рассказываем, что было. И показываем фотографию, чтобы не просто на словах ребёнок отёк, чтобы врач увидел, как он отёк. И дальше нам нужно получить информацию, что с этим делать, как жить, чтобы спастись, если где-то на природе нас укусила пчела. То есть получается, у некоторых людей самые простые проявления. Ну, когда пчела укусила, да, ну, немного припухла, у некоторых бывает вот такая серьёзная аллергическая реакция, которая, ну, в самых плохих обстоятельствах вообще может привести к смертельному уходу. А, да. То есть человек, у которого подобная реакция, который сходил к врачу в идеале, он уже знает, какое лекарство ему нужно обязательно иметь, допустим, вместе с собой, когда он выезжает на природу. Да, да. И в домашней аптечке, и в аптечке для путешествий. Есть даже браслеты, на которых пишут анофилоксия, на что конкретно у пациента на русском и на английском языке, если мы едем за границу, если случается какая-то сложная ситуация, чтобы врачи знали, что у пациента аллергия, которая приедет. Но если у пациента обострение, мы не можем это сделать, там нужно препараты отменять, тогда мы можем сдать кровь на аллергены. Сейчас, к счастью, диагностика очень хорошая, и мы можем выявить аллергию практически во всём, что мы подозреваем. Но тут есть минус. Есть ложноположительные тесты до сих пор, есть бессимптомная сенсибилизация, мы можем получить положительный анализ, но в итоге всё-таки не увидеть реакцию. Например, положительный анализ и на кота, и на злаки. Нам всё равно нужно съездить в отпуск, посмотреть, как мы будем себя чувствовать без кота, вернуться, проконтактировать с котом и удостовериться, что реакция на него действительно есть, чтобы решать, например, включаемся мы с домашним животным или нет. Мы пользуемся диагностикой, но всё равно нужно на практике всё подтвердить. С пищей то же самое. Если мы у пациента увидели аллергию на пищу, мы иногда сдаём анализ, исключаем продукты из рациона питания на 2 недели, на 8 недель по-разному. И потом мы всё равно должны снова дать и зафиксировать клинически, что мы видим у пациента эту реакцию, что мы не наткнулись на ложноположительный тест. Но у нас на дворе леса, конечно же, много фруктов, и многие родители сталкиваются с аллергическими реакциями, причём они иногда не могут до конца определить, а вообще это аллергическая реакция или что-то другое. Но что бы вы могли посоветовать в подобных случаях? Тут есть три основных вида аллергии на фрукты. Первое – это истинная аллергия. Вообще аллергия, она на белковые компоненты. Она не появляется на углеводы, за редким исключением, там буквально 1-2 случаев. Мы должны понимать, что фрукт – это редкий аллерген, потому что это в основном углевод. Но бывает такое, что у пациента истинная иммунная реакция на клубнику, например. Тогда это будет реакция каждый раз на клубнику, независимо от того, сколько он её съел. То есть, если мы съели одну штучку, съели один килограмм, мы получили одинаковую реакцию. И часто мамы думают, что вот мы неделю ели клубнику, через неделю появилась реакция, скорее всего, это на клубнику. Нет, она истинная аллергия, она будет даже на четвертинку этой клубники. То есть, нужно понять, есть ли реакция каждый раз на один и тот же продукт, даже в небольшой порции. Второй вариант – это есть перекрёстные пищевые реакции, например, на кульцу деревьев. Берёза – это главный аллерген, у него есть несколько компонентов, главный, второстепенный. Один из главных белков – это арбент В1, он есть во всех косточковых фруктах. Яблоки, груша, персики. Он есть в орехах, в корнеплодах свежих. Вот морковь, сельдерей, ледис, и он же есть в клубнике. И вот, может, ребёнок съесть много клубники и сказать, что у него чешется во рту. Здесь действительно накопительная реакция, потому что мы съели много клубники, поступило много этого белка, и организм ошибочно думает, что берёза попала. Но в этом случае у ребёнка будут какие-то проявления в весенний период на саму пыльцу. Это будут насморки, слезотечения, кашель в весенний период. И мы связываем два этих состояния. И мы можем вылечить аллергию на пыльцу деревьев, и тогда пройдёт аллергия на клубнику. И получается, что когда ребёнок жалуется родителям, что у него чешется во рту, это на самом деле реальная ситуация, а не какая-то выдумка ребёнка. Да, это чаще всего правда. Иногда родители думают, что ребёнок просто так говорит, чтобы не есть этот продукт. Но у меня на приёме я стараюсь этот момент при ребёнке не обсуждать, что может появиться зуд во рту на клубнику, потому что ребёнок это запомнит. И если он не хочет есть клубнику, он обязательно это скажет. Что-то у меня чешется. У меня так с моей дочкой, она однажды услышала слово аппендицит, и теперь у неё каждый день по утрам, когда она не хочет есть кашу, она говорит, что у неё аппендицит. Также дети могут симулировать зуд во рту на фрукты, чтобы их не есть. Но если они раньше этого не слышали, и они говорят, что язык чешется на яблоко, например, то скорее всего он правда чешется, и скорее всего это перекрёстные реакции на деревья. И сейчас в сезон цветения деревьев, пыления деревьев, лучше этот продукт не давать, пыление закончится, и тогда мы снова можем вернуть их в рацион. А вот из вашей врачебной практики, какой вот случай аллергический оказался таким наиболее трудонаходимым? И вы в поврёдной степени гордитесь, что всё-таки сумели найти корень проблем? У меня была на приёме девушка лет 16, у неё в течение нескольких лет были случаи анафилоксии, это состояние, когда появляется и отёк, и бронхоспазм, и потеря сознания с падением давления на продукты на разные. Это было на яблоко один раз, один раз на клубнику, причём в другой момент она ест клубнику, и реакции нету никакой. И не было никаких других проявлений. Причём это было не только весной, но могло случиться и зимой, и летом. И как раз у этой девушки мы выяснили, что есть сенсибилизация к пыльце деревьев, и мы начали иммунотерапию, вылечили аллергию на пыльцу деревьев, которая никак себя не проявляла, и у неё прошла эта перекрёстная реакция на пищу, и отёки и анафилоксии прекратились. Это был прям поиск, мы долго искали, мы не с первого раза даже нашли, потому что сначала ни мама девочки, ни сама девочка не могли вспомнить, что они ели во всех этих случаях. И когда мы начали вести дневник, проводили диагностику, мы только потом выяснили, на что реакция есть. Были ещё интересные случаи, когда только весной у малышки проявлялся атопический дерматит. Это сухая кожа с выраженным зудом, только в открытых участках тела, вот в футболочке ниже, шея, лицо, тоже без насморка, без конъюнктивита, без респираторных никаких проявлений, и мы нашли аллергию на пыльцу деревьев, которая попадала на кожу и контактно вызывала реакцию. Мы в этом случае тоже провели иммунотерапию, вылечили аллергию на пыльцо, и мы параллельно, конечно, вылечили кожу, и девочка вышла в ремиссию. То есть иногда аллергия, она не так проявляет, как мы могли бы подумать. У нас сейчас лето, и очень часто говорят, что существует якобы аллергия на солнце. Вот вы согласны с подобной точки зрения? Есть такой термин, как фотодерматик. Это не совсем аллергия на солнце. Здесь аллергия на что-то другое, которое проявляется под действием солнца. А что-то должно попасть в организм или на кожу? Это часто аллергия на пыльцу, которая попала на кожу, и под действием ультрафиолета только в открытых участках тела проявилась в виде волдырей, например. Кто-то думает, что это только на солнце, потому что в пасмурный день она не проявляется. А это такая сложная иммунная реакция пыльца плюс ультрафиолет. Есть реакция на солнцезащитные крема. Мы наносим солнцезащитный крем, ультрафиолет попадает на кожу, и в этих местах мы видим реакцию. При этом отдельно дома нанесят солнцезащитный крем не будет реакции никакой, и отдельно без солнцезащиты на солнце тоже никакой реакции не будет. То есть нужно, чтобы два фактора совпали. И мы должны найти тот фактор, который провоцирует этот фотодерматит. Устранить его, и аллергия на солнце пройдет. Ныра Андреевна, а есть такое выражение псевдоаллергии. Что это такое? Это есть разновидность аллергии на пищу. Часто фрукты. Когда мне приходят и рассказывают, что, например, ребенок на Новый год съел много мандаринов, и у него начался кожный зуд. Мы все любим мандаринов, мы все их много едим. На самом деле иногда нет иммунной реакции в кожном зуде на продукты. Есть продукты, которые содержат много гистамина. Это как раз цитрусы, ягоды, томаты. У нас в организме тоже есть гистамина. Он у всех есть. И эти продукты усиливают выработку нашего гистамина. А гистамин участвует в кожном зуде. И бывает такое, что мы наедимся этого гистамина, содержащего продукта, и начнем чесаться просто потому, что этого вещества в организме стало много. При этом аллергии никакой нет, можно продолжать есть те же самые мандарина, но в более низкой концентрации. Скажите, пожалуйста, ведь многие люди, когда начинается аллергия, особенно в конце весны, в начале лета, они вынуждены менять свое место жительства. Вот с вашей точки зрения, это обоснованный выбор или нет? Я всегда говорю, что если появилась у ребенка сезонная аллергия, если мы заранее планируем отпуск, лучше его планировать на пик цветения деревьев, например. Вот у нас в Москве пик цветения берез приходится на майские праздники. Лучше в этом случае уехать на юг. Сначала пик цветения деревьев на юге, это примерно середина апреля, потом у нас майские праздники, и дальше где-то на севере мурманские береза зацветет в июне, в середине июня. И когда мы выбираем, куда поехать в отпуск, нам нужно уехать либо на север, на Урал. В Урале зацветет береза в конце июня. Либо нам нужно уехать на юг. Но нужно понимать все сезоны цветения, чтобы не поймать все пики. Вот я хотел сказать, что можно ошибиться и поймать в разных широтах все пики. Причем такие случаи у меня были, когда пациенты ездили на юг в апреле, нам на майские праздники, и дальше на Урал в июне. И ребенок чувствовал себя плохо несколько месяцев подряд. Родители высказывали вам претензии, что же вы наделали доктору. Есть сайты, где можно отслеживать уровень пыльцы в воздухе в разных регионах. И на этих сайтах одни основаны на отзывах, которые пишут люди самостоятельно. Они находятся, например, на Байкале и пишут свое самочувствие, описывают. Есть сайты, которые основаны на постановке таких аппаратов. Аппараты, они называются ловушки пыльцы. Их ставят на здание, какая пыльца залетела в эту ловушку, ее и регистрируют. И мы можем заранее посмотреть, в каком регионе, какой уровень того или иного цветения. Береза, дуб, или вот сейчас Тимофеевка зацветает. Где ее больше, где меньше. И отталкиваясь от этого, выбирать место, куда мы поедем в отпуск. С высшей точки зрения, насколько верно суждение, что если у тебя, например, аллергия на укус пчелы, то у тебя может быть аллергия и на мед. Такое может быть. Это тоже связано с перекрестной пищевой реакцией. Потому что мед – это продукт пчеловодства. Мы можем получить перекрестную реакцию, но можем и не получить. Также на мед может быть аллергия при аллергии на пыльцу. Но в зависимости от того, с какой пыльцы она была собрана. С пыльцитом липовый мед, при аллергии на деревья реакция будет перекрестная. А если пыльца собрана с луговых трав, то имея аллергия на деревья, на мед реакции не будет. То есть тут два вида реакции. Либо перекрестная на укусы насекомых, либо перекрестная на пыльцу деревьев. А истинной аллергии на сам мед изолировано быть не может. И получается тогда, что один мед у тебя может вызывать аллергию, а другой может вообще ее не вызывать. Ну, Нелли Андреевна, громадное вам спасибо за этот очень интересный и познавательный рассказ. И я хочу, чтобы в конце беседы вы непосредственно обратились к нашим телезрителям и дали несколько важных советов родителям о том, как уберечь детей от аллергии при этом. Вообще, в первую очередь, я бы хотела сказать родителям, у которых у детей есть аллергические реакции, чтобы они себя не винили. Потому что на самом деле мы не можем оградить ребенка от аллергии. Она просто появляется в какой-то период жизни, в 3 года, в 15 лет. И это не связано с тем, как его кормят, живут с котом или нет, чем питались во время беременности. Это уже на генетическом уровне заложено, что у ребенка может проявиться аллергия. И когда она уже проявилась, здесь важно следить на прием к врачу, чтобы врач рассказал, как с этим жить, как менять образ жизни, чтобы эти проявления были более мягкими. И можно ли это вылечить полностью. И довериться врачу своему, который назначает лечение, не бояться лечения. Потому что самое сложное – это принять факт того, что у ребенка есть аллергия. Это принять факт того, что мы долго будем получать какие-то лекарственные препараты, которые, может быть, нам не нравятся. Принять это и начать ребенка лечить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова